За воздушным сообщением над Латвией постоянно нужен глаз да глаз все 365 дней в году. С людьми, которые обеспечивают безопасность полетов на протяжении всего года, встретилась Анастасия Дьяконова. В этот момент, пока вы смотрите наши новости, в небе находятся несколько тысяч самолетов. И в новогоднюю ночь они перевезут сотни тысяч пассажиров, таких, как Евгений Лукашин, из «Иронии судьбы». Но чтобы эти самолеты благополучно взлетели и благополучно сели, на земле также идет работа. В нашей стране за передвижение самолетов отвечает Латвия с Гайса Сатексма. Это их башня с зелеными стеклами. Так она выглядит внутри. Несколько рабочих мест, мониторы и садящиеся самолеты за окном. Эти люди отвечают за то, что происходит на территории аэропорта. В том числе за снегоуборочные машины на взлетной полосе. Сегодня главное здесь Эвита. Я знаю, что именно в ночь на Новый год на чистоте была слышна рождественская музыка. Видимо, какой-то пилот включил. Но эта башня только верхушка айсберга. Несколькими этажами ниже трудятся диспетчеры. Перед мониторами. Сменами. Через каждые два часа перерыв. 15 минут. Чтобы отвлечься, а потом снова на связь. Где-то около 11 вечера уже практически самолетов нет. То есть, естественно, все люди празднуют. И изредка бывает такое, что кто-то хочет и в воздухе попраздновать. Но работа есть работа. То есть, естественно, можем во время перерыва съесть тортик, посмотреть телевизор. Кто отдыхает, а кто работает, тот работает. Еще одни новогодние дежурные сидят здесь, среди серверов. Все системы на них. И локаторы, и навигация. Поэтому и Новый год символический. Ну, да. Бокальчик, может быть, шампанского, не более того. В новогоднюю ночь все должно быть по плану. Плану полетов. Здесь за ними следят. Тогда и диспетчерам легче, и системы не подведут. Даже в новогоднюю ночь.